Здравствуй, мой друг! Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, располагайся поудобнее, расслабься и слушай. Сегодня мы продолжаем читать повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Глава четвертая. Поединок. И изволи, и стать же в позитуру, посмотришь, проколю, как я твою фигуру. Княжнин. Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносно, но даже приятно. В доме коменданта было я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузьмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный, простой, но самый честный и добрый. Жена его не управляла, что согласовалась с его беспечностью. Василиса Егоровна не на дела службы, смотрела как на свои хозяйские, и управляла крепостью так точно, как и своим домиком. Мария Ивановна скоро перестала со мной одичься. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия. Но Швабрин о том не беспокоился. Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной ходе учил иногда своих солдат, но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая. Хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрином было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудился ходок литературы. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечерком иногда являлся детки Расим с женой Акулины Импа Филовной, первую вестовщицу во всем околотке. С Аей Швабрином, разумеется, виделся я каждый день, но час от часу беседа восстановилась для меня менее приятная. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колки замечания Марьи Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал. Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались, спокойствие царствовало вокруг нашей крепости, но мир был прерван внезапным между усобием. Я уже сказал, что я занимался литературой. Опыты мои для тогдашнего времени были изряды Александра Петровича Сморокова. Несколько лет после очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда под видом требования советов ищут благосклонного слушателя. И так, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца, после маленького предисловия вынул из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки. мысли, любовно истребляя, ищусь прекрасную забыть, и, ах, Машу сбегаю, мышлю волнность получить. Но глаза, что мя пленили, всеминутно предо мной, они дух во мне смутили, загрушили мой покой. Ты, узнав мои напасти, сжалься, Маша, надо мной, зря меня о всей лютой части и что я пленен над тобой. Как ты это находишь? Спросил я Швабрина, ожидая похвалы, когда они мне непременно следуемы. Но к великой моей досаде Швабрина мгновенно, снисходительной, решительно объявил, что песня моя нехороша. Почему так? Спросил я его, скрывая свою досаду. Потому, отвечал он, что такие стихи достойны учителя моего, Василия Кирилловича Третьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетницы. Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым голким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж от рту не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозой. Посмотрим, сказал он, сдержишь ли ты свое слово? Стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом. А кто это, Маша, перед которой стесняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Мара или Ивановна? Не твое дело, отвечал я нахмурясь. Кто бы ни была, это Маша, не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок. Ого! Самолюбивый, стихотворец и скромный любовник, продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, но послушай дружеского совета. Коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками. Что же это, сударь, значит? Изволи объясниться. Заходую. Это значит, что, ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стежков подари пару серег. Кровь моя закипела. А почему ты об ней такого мнения? Спросил я с трудом, держивая свое негодование. А потому отвечал он с адской усмешкой, что знаю по опыту ее нрав и обычай. Ты лжешь, мерцавец. Скричал я в бешенстве. Ты лжешь самым бесстыдным образом. Швабрин переменился в лице. Это тебе так не пройдет, сказал он, стиснув мне руку. Вы мне дадите сатисфакцию. Изволь, когда хочешь, отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был раздерзать его. Я тотчас отправился к Ивану Игнатьевичу и застал его с иголкой в руках. По предпоручению комендантши он нанизывал грибы для сушения на зиму. Петр Андреевич, сказал он, увидя меня, добро пожаловать. Как это вас Бог, сань, принес? По какому делу, смею спросить. Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Ивановичем, а его, Ивана Игнатьевича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьевич выслушал меня со вниманием, вытаращив на меня свой единственный глаз. Вы изволите говорить, сказал он мне, что хотите Алексея Ивановича заколоть и желаете, чтобы я при этом был свидетелем. Так ли? Смею спросить. Точно так. Помилуйте, Петр Андреевич, что это вы затеяли? Вы с Алексеем Ивановичем попронились. Велика беда. Брать на вороту не виснет. Он вас попронил, а вы его вырубайте. Он вас взрыл, а вы его в ухо, в другое, в третье. И разойдитесь, а мы вас уж помирим. А то доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить. И добром уж закололи вы его, Бог с ним, с Алексеем Ивановичем. Я и сам до него не охотник. Ну а если он вас просверлит, на что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить. Разуждения благоразумного породчика не поголебали меня. Я остался при своем намерении. Как вам годно, сказал Иван Игнатьевич. Делайте, как разумеете. Да зачем же мне тот быть свидетелем? И какой стать? Люди дерутся. Что за невидалищина, смею спросить. Слава Богу, ходил я под шведа и под турку. Всего насмотрелся. Я кое-как стал изяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьевич никак не мог меня понять. Воля ваша, сказал он. Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузьмичу, да донести ему по толку службы, что в фортации умышляется злодействие, противное казенному интересу. Не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры? Я испугался и стал просить Ивана Игнатьевича ничего не сказать коменданту. Насило его уговорил. Он дал мне слово, и я решился от него отступиться. Вечер провел я по обыкновению своему у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть до кучных вопросов. Но признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Мария Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его по своему разговору с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданта?» сказал он мне сухо. «Без них обойдемся». Мы условились драться за скиртами, что находились подле крепости и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так», сказал он мне с довольным видом, «Утой мир лучше доброй ссоры, а я нечестен, так здорово». «Что-что, Иван Игнатьич», сказала комендантша, которая в углу угадала в карты. «Я не слушалась». Иван Игнатьич заметил во мне знаки неудовольствия и, вспомнив свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь. «Иван Игнатьич», сказал он, «одобряет нашу мировую». «А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?» «Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреевичем». «За что так?» «За сущую безделицу, за песенку, Василиса Егоровна». «Нашли за что ссориться, за песенку?» «Да как же это случилось?» «Да вот так Петр Андреевич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую. Капитанская дочь, не ходи гулять полночь». вышла разладиться. Петр Андреевич был и рассердился, но потом рассудил, что всяк волен печь все, что ему угодно. Тем и дело кончилось. Бесстыдство Швабрина чуть меня не сбесило, но никто, кроме меня, не понял грубых его обедняков. По крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело в службе, противное и ни к чему доброму не доводящее. Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом из его семейством, пришел домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу. На другой день назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре он явился. Нас могут застать, сказал он мне. Надо бы нам поспешить. Мы сняли мундиры, остались в одних комсулах и обнажили шпаги. В эту минуту за скирдом вдруг появился Иван Игнатьевич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадой, солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьевичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностью. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьевич отворил двери, провозгласив торжественно, привел. Нас встретил Василиса Егоровна. Ах, мои батюшки, на что это такое похоже, как и что в нашей крепости заводить смерто-убийство? Иван Кузьмич, сейчас их подорез. Петр Андреевич, Алексей Иванович, подайте сюда ваши шпаги. Подавайте, подавайте. Балашка, отнесите шпаги в чулон. Петр Андреевич, этого я тебя не ожидала. Как тебе несовестно? Добро, Алексей Иванович, он за душегубство и из гвардии выписан. Он и в господа Бога не верует. А ты-то что, туда же лезешь? Иван Кузьмич вполне соглашался со своей супругой и приговаривал. Ослышный Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле. Между тем, Балашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулон. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. При всем моем уважении к вам, сказал он ей хладнокровно. Не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте эту Ивану Кузьмичу. Это его дело. Ах, мой батюшка, возразила коментарша, да разве муж и жена не един дух и едина плоть. Иван Кузьмич, что ты зеваешь? Сейчас рассади их по-разному главный хлеб да на воду, чтобы у них тут-то прошла. Да пусть отец красим наложит на них эпидемию, чтобы молили у Бога прощение, такаялись перед людьми. Иван Кузьмич не знал, на что решиться. Мария Ивановна была чрезвычайно бледна. Малу-помалу буря утихла. Коментарша успокоился и заставил нас друг друга поцеловать. Балашка принесла нам наши шпаки. Мы вышли от коментарта, по-видимому, примиренные. Иван Игнатьевич нас сопровождал. Как вам не стыдно было, сказал я ему сердито, доносить на нас, коментарту, после того, как дали мне слово, того не делать. Как Бог свят, я Иван Кузьмичу того не говорил, отвечал он. Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась, без ведома коменданта. Впрочем, слава Богу, что все закончилось. С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. Наше дело этим кончиться не может, сказал я ему. Конечно, отвечал Швабрин, вы своей кровью будете отвечать мне за вашу дерзость, но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания. И мы расстались, как ни в чем не бывало. Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марии Ивановне. Ивана Кузминча не было дома, Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали в полголоса. Мария Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всей моей ссорой за Швабрином. Я так и отберла, сказала она, когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны, за одно слово, о котором через неделю верно они забыли, они готовы резаться и шертвовать не только жизнью, но и совестью, и благополучием тех, которые... Но я уверен, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иванович. А почему же вы так думаете, Мария Ивановна? Да так, он такой насмешник. Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен, а странно. Не за что бы я не хотела, чтобы я ему так же не нравился. Это меня беспокоило по страху. А как вы думаете, Мария Ивановна, нравитесь ли вы ему или нет? Мария Ивановна заикнулась и покраснела. Мне кажется, сказала она, я думаю, что нравлюсь. Почему же вам так кажется? Потому что он за меня сватался. Сватался. Он за вас сватался. Когда же? В прошлом году. Месяца два до вашего приезда и вы не пошли. Как изволите видеть, Алексей Иванович, конечно, человек умный и хорошей фамилии и имеет состояние, но как подумаю, что надо будет под венцом при всех с ним поцеловаться. Ни за что, ни за какие благополучия. Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное слово речи, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод ссори показали мне еще более гнусными, когда вместо грубой и непристойной насмешки увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось мне еще сильнее и я с нетерпением стал ожидать удобного случая. Я дожидался недолго, на другой день, когда сидел за элейкой и крыс перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?» сказал мне Швабрин. «За нами не смотрят. Зайдем к реке, там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Опустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее. И Монсиер Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков фехтования, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда. Наконец, приметив, что Швабрин ослабевает, я стал живостью на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал свое имя, громко произнесенное. Я клянулся и увидел Савелича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке. В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча, и я упал и лишился чувств. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.